Поистине народная певица. Песни Плевицкой были близки и понятны и простому крестьянину и императору. В этом году со дня рождения нашей знаменитой землячки исполнилось 135 лет. На традиционный фестиваль в ее честь в Курске собрались десятки фольклорных коллективов из России и ближнего зарубежья. Поздравить наш город с юбилеем знаменитой землячки приехали народные артистки Анна Литвиненко и Надежда Крыгина. В день открытия фестиваля они подарили курянам концерт. В репертуаре Надежды Крыгиной не меньше полусотни песен, которые когда-то исполняла Плевицкая. Собирать их начала еще в 90-х, когда наследие знаменитой певицы было рассеяно по частным коллекциям. Отрадно, что песни курского соловья снова стали народным достоянием, считает артистка. Надежда Васильевна, наверное, первое, как моя землячка, как близкая и духовно, и по исполнению, и по манере пения мне, потому что я сама курянка, она вошла в мою душу, в мое сердце и заняла самое первое место среди всех певиц, которых я люблю. На гала-концерте артисты, казалось, соревновались с задорой и заразительностью напевов, хотя победителей в этом году не было. Конкурс имени Надежды Плевицкой проводили в прошлом году, он чередуется с фестивалем. Выездные концерты в районных центрах убедили гостей. Жители глубинки ценят традиции прошлого. Не хотели отпускать, говорят, оставайтесь у нас, будете с нами. А вы остались? Остались. Ну, наверное, да. У вас добрые жители, хорошая, я думаю, земля у вас такая плодоносная, чернозема у вас, я думаю, вы бы здесь хорошо поселились. На родину знаменитой дюшки участники из Белоруссии ехали с волнением. Уже много лет в репертуаре есть ее песни. А вот узнали об этом артисты, когда стали готовиться к фестивалю, по правилам которого нужно исполнить что-то из наследия курского соловья. В песне должно быть, понимаете, состояние души. И через волос, через свое, как говорится, лицо, все мы выражаем содержание. А содержание народной песни о чем? О жизни людей. Потому что чем же люди жили, то они выражали свои в песне, а об этом и пели. В этом весь секрет народных песен, а не о жизни русского человека. И дюшка в самых пышных и прославленных концертных залах никогда не забывала о своих корнях, о плодородной курской земле, давшей силу ее мощному голосу. А теперь и сама она не забыта. Ангелина Рязанцева, Геннадий Воробьев, Телеканал 7.